Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Томас Теодор Гейн, немецкий художник, иллюстратор или карикатурист. Родился в богатой еврейской семье фабриканта, владеющей резиновым производством 28 февраля 1867 года. В Лейпциге в раннем возрасте зарекомендовал себя как одаренный карикатурист, что привело его к изучению искусства в кунсткамере Дюссельдорфа и ненадолго в Академии изящных искусств в Мюнхене. В 1896 году он стал успешным иллюстратором и политическим карикатуристом для сатирического мюнхенского журнала, для которого он перенял стилистические особенности югенстиля и графические качества Анри де Телус Латрека, облик Бёрцли и японский гравюр на дереве. Я цитирую переводную Википедию. Иллюстрированная критика социальных порядков и монархии, в частности, которую он сделал для журнала, привела к 6-месячному тюренному заключению в 1898 году. Начал работать книжным иллюстратором в 1890-х годах. Создает книжные иллюстрации, эротические рисунки, а также рекламные плакаты, в частности, для производителей немецких шипучих юген. Едкий тон карикатур Гейны не всем приходился по вкусу. В 1898 году он был арестован. Заключен в крепость Кёнигштайн по обвинению в оскорблении императорского величества. В 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, Гейны, уже давно находившийся из-за своих политических рисунков в конфликте с нацистами, был ими включен в список лиц, подлежавших аресту в гестапо. Гейна бежал из Мюнхена в Берлин, где некоторое время скрывался в семействе художника Пурмана, а затем выехал по поддельному паспорту в Прагу. В 1936 поселился в Бурно. После вступления немецких хвостей к Словакии в 1938 году он уезжает в Норвегию. Живет в Осло, где работает художником в газете Dagbladet. После оккупации немцами Норвегии в апреле 1940-го Гейне было запрещено рисовать и выставляться. После этого он пишет автобиографический сатирический роман, который назывался «Я жду чудо». Этот роман вышел на шведском языке в 1944 году и на немецком в 1945. В 1942 Гейне бежит в Швецию и со временем получает шведское гражданство. Умер Гейне в возрасте 80 лет 26 января 1948 года в Стокгольме, Швеция. В 1947 к 80-летию художника в Стокгольме состоялась большая ретроспективная выставка его работ. В 2000 году первая большая выставка по лотиной графике Гейне в Германии прошла в городской галерее Ленбхаус в Мюнхене. Ну вот так немного из Википедии о немецком художнике, иллюстраторе и карикатуристе Томас Теодор Гейне. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok